Привет, друзья! Меня зовут Анастасия Пикташ, и я, как всегда, рада вас приветствовать на канале Турецкий Язык с нуля. Сегодня наше занятие, на котором мы будем знакомиться с повелительно-желательным наклонением. Ну, для начала напомню, что такое обычное повелительное наклонение. Мало ли кто-то из вас забыл. Итак, напомню, оно повелевает или отвечает за приказание к объектам второго лица единственного и множественного числа. То есть мы обращаемся с приказом к человеку на «ты», к которому обращаемся, и к человеку, к которому обращаемся на «вы», либо же к группе лиц. Таким образом, мы с вами говорим «стой», «дай», «смотри», «молчи». Это приказ. По-турецки мы знаем, это образуется следующим образом. Мы берем инфинитив, убираем окончание «makmek» и получаем, соответственно, основу глагола и одновременно повелительное наклонение. То есть из глагола «яб-мак» мы получаем приказ «яб-делай», из глагола «гель-мек-гель-приходи». Ну, что я вам рассказываю, вы и так уже давно знаете это правило. Это основа, одно из наших самых первых занятий, когда мы говорили о глаголе и о повелительном наклонении. Когда мы обращаемся к группе лиц или к человеку, с которым мы говорим на «вы», уважаем его, мы отдаем приказ следующим образом. Стойте, дайте, смотрите, отойдите, молчите и так далее. Что мы делаем здесь? Мы к нашей основе глагола добавляем окончание либо «ын», либо «ыныс» по гармонии гласных на четыре. Я говорю «либо», потому что вы можете использовать обе формы. То есть и та, и другая будет обозначать обращение на «вы». Мы скажем «япын» делайте или «япыныс» делайте. «Гелин» приходите или «гелинис» приходите. То есть хвостик «ис» мы можем добавлять, а можем и не добавлять, как, собственно, нам нравится, так и используем. Так вот, при помощи повелительно-желательного наклонения мы будем с вами повелевать, хотя и косвенно, всем прочим лицам. То есть это у нас первое лицо и третье лицо единственного и множественного числа. Сначала, наверное, трудно себе представить, как это происходит, как можно приказать себе самому или как можно приказать человеку, с которым мы напрямую не общаемся. Однако сделать это можно, поэтому у нас и называется наше новое наклонение не просто повелительным, а повелительно-желательным. Как всегда, пойдем по порядку и будем разбираться на примерах. Итак, повелительное наклонение для третьего лица единственного и множественного числа обозначает совет, рекомендацию или приказ через второе лицо. То есть когда мы обращаемся к человеку не напрямую, а передаем нашу просьбу через кого-то. И по-русски такая ситуация переводится чаще всего словом «пусть». Пусть он уходит, пусть она подождет, пусть они подумают. То есть мы это говорим не человеку «уйди», «подожди», а мы говорим другому некому лицу, который передаст нашу просьбу или наш приказ или наш совет. По-турецки мы образуем такое повеление с помощью аффикса «син» по гармонии гласных на четыре. Это будет характерно для третьего лица единственного числа. Посмотрим, как мы это будем говорить. Например, «О алсын», пусть он возьмет. Глагол «алмак», основа глагола «ал», добавили по гармонии гласных на четыре «сын». Всё просто. «О гельсин» – пусть она придёт. «О окусун» – пусть он прочитает. И наоборот, если мы говорим в отрицании, добавляем просто-напросто отрицательную частичку «ма», «ме» к основе глагола и завершаем опять-таки аффиксом «син». Получим «О алмасон» – пусть он не берёт. «О гельмесин» – пусть он не приходит. «О окумасон» – пусть он или она не читает. Когда мы будем говорить о третьем лице множественном числе, то есть это у нас группа лиц, мы будем добавлять к нашему аффиксу «син» показатель множественного числа «лар» или «лер» по гармонии гласных, в зависимости от того, какое у нас будет окончание. То есть просто добавляем «лер», получаем не «син», а «синлер». То же самое, давайте посмотрим. «Онлар алсинлар» – пусть они возьмут. «Онлар гельсинляш» – пусть они придут. «Онлар окусинлар» – пусть они прочитают. Ну и то же самое в отрицательной форме. «Онлар алмасинлар», «Онлар гельмесинляш», «Онлар окумасинлар». То есть всё очень просто, просто ещё разочек добавляем множественное число и всё. Это то, что касалось положительных и отрицательных форм. Вопросительное предложение не требует запомнить это, пожалуйста, перехода аффиксосказуемости за вопросительную частичку. То есть она остаётся чистая. То есть, как мы видим, у нас наш аффикс остаётся вместе со словом склеенным, вопросительная частичка, остаётся чистой. То, что касается вопросительной формы, об особенностях вопросительной формы повелительного желательного наклонения, мы с вами поговорим в этом видео чуть позже. Ну а пока мы переходим к первому лицу, единственному и множественному числу. В русском языке, согласитесь, мы не так часто говорим себе какие-то приказы, тем более вслух. В турецком языке это происходит на самом деле сплошь и рядом. То есть такая конструкция очень употребима. Мы переводим её двумя способами. Либо мы говорим это действительно сами для себя. Тогда мы переводим эту формулу частичкой «ка». Пойду-ка я, посмотрю-ка я, сделаю-ка я. Как бы мы сами себя мотивируем. А ещё мы её можем перевести словами «дай-ка». Дай-ка я посмотрю. Дай-ка я сделаю. Дай-ка я схожу. То есть тут уже мы обращаемся не сами к себе, да, а мы обращаемся непосредственно к собеседнику, который рядом с нами находится, да, в одном пространстве. И вроде как мы спрашиваем его разрешение, а с другой стороны мы уже решили, мы уже начали это делать. Дай-ка я посмотрю. Уже мы начали движение. Вот. Значит, вот такая формулировка используется гораздо чаще, согласитесь. Это вещь довольно употребимая. Оформляется повелительное желательное наклонение для первого лица следующим образом. Мы присоединяем аффиксы «а-им» и «э-им» по гармонии гласных на два, если слово закончилось на согласную букву. И «я-им» на гласную букву. Мы знаем, у нас подряд две гласные не сталкиваются, и мы как бы разбавляем это буквой «е», как это часто бывает в турецкой грамматике. Получается немножко длинновато, но, тем не менее, используется это всё именно так. Итак, например, посмотрим. То же самое, да, берём основу глагола и добавляем вот этот аффикс по гармонии гласных на два. Отрицание выглядит точно так же обыкновенно. Ставим за основой глагола отрицание «маме» и прибавляем наш аффикс. Вопросительная же форма опять-таки работает следующим образом. Аффикс остаётся вместе со словом, а вопросительная частичка остаётся в чистом виде. Да, и о вопросительной форме, как я уже и говорила о третьем лице, мы поговорим с вами чуть позже. Там есть определённые особенности. А мы переходим с вами к оформлению первого лица множественного числа, то есть «мы». Да, как мы это оформляем? Мы относимся к какой-то группе лиц и предлагаем этим людям что-то сделать совместно. Как бы их побуждаем к действию. По-русски мы выражаем такое приглашение словом «давайте». И зачастую ещё предложение сопровождает слово «хайди», которое переводится как «быстро», но на русский язык мы дословно его не переводим. Оставляем его лучше всего, без перевода вовсе. Но вот со словом «давайте» оно очень-очень часто используется. Оформляется такая конструкция аффиксом «алым», «элим» по гармонии гласных на два, если слово закончилось на согласную. И «ялым», «елим», если слово закончилось на гласную букву. Опять-таки вставляем промежуточную букву «е». Например, скажем «Хайди гиделим». Что ж, давайте пойдём. «Хайди бёлеаполым». Давайте так поступим. «Китабы окуялым». Давайте прочитаем книгу. То же самое всё. Основа глагола и добавляем наш аффикс. Часто можем перед этим предложением поставить слово «хайди». Оно просто как бы побуждает людей к действию. Отрицание строится по общей формуле. Например, «гидмейлим» – «давайте не будем уходить». «Бёлеяпмайалым» – «давайте так не будем поступать», «не будем так делать». «Китабы окумээлым». Давайте не будем читать эту книгу. Вопрос опять-таки не переносится за вопросительную частичку. Говорим «Гиделимме» – «пойдём», «мы уходим» или «нам идти». «Окуялыммы» – «давайте прочитаем» или «нам читать». «Беклеэлимме» – «подождём» или «нам ждать». На этом, собственно, тема конструирования у нас заканчивается. И мы, как я и обещала, поговорим немножко отдельно о вопросительной форме для всех лиц, которые мы сегодня перечисляли. Значит, действительно особое внимание стоит уделить смысловому значению вопроса. Вот давайте разберёмся. Например, третье лицо – единственное число. «О окусунму» – «Ей читать»? «Пусть она читает»? «Прикажете ей читать»? «Хотите, чтоб она читала»? То есть, как вы видите, на русский язык мы эти предложения можем перевести разнообразно. Но общее для них будет то, что мы спрашиваем разрешение у кого-то. То есть, для такого предложения нам нужно как минимум три персонажа, то есть три человека. Мы будем с вами общаться и спрашивать о третьем лице, сделать ему что-то или не сделать. Ну, например, секретарша заходит в кабинет к директору и говорит «Господин Петров, к вам пришёл ваш главный бухгалтер. Ему зайти?» Да, секретарь спрашивает у директора приказа, который будет распространяться не на неё, а на бухгалтера. То есть, зайти ему или не зайти. Она выйдет из кабинета и передаст бухгалтеру, что он должен делать. Для третьего лица множественного числа смысл будет точно такой же, только он будет относиться не к одному человеку, а к группе лиц. Допустим, он нар окус у нармы, им читать? Пусть они читают, прикажете им читать. Хотите, чтобы они читали? То есть, мы опять-таки обращаемся к какому-то человеку и спрашиваем, что должна делать группа лиц, о которой мы говорим. Особенность для вопросительной формы конструкции для первого лица единственного числа, то есть «я», является вот что. В положительной и отрицательной форме она обращена как бы к самому себе и только косвенно к собеседнику. А вот вопросительная форма как раз обозначает в основном то, что мы обращаемся за советом или за приказом к другому человеку. Мы говорим «бенгелеимме», «мне подойти», «прикажете мне подойти», «хотите, чтобы я подошел». Опять-таки, варианты перевода могут быть на русский язык самыми разнообразными, но в любом случае мы как бы обращаемся к человеку за советом, за просьбой. Мы уже обращаемся не к самому себе. Ну и точно такое же абсолютно синонимичное значение имеет вопросительная форма для первого лица множественного числа, то есть группе лиц. «Без гелеимме» нам подойти? «Хотите, чтобы мы подошли?» «Следует ли нам подойти?» и так далее. То есть такой вопрос может быть обращен от имени группы к постороннему лицу, к кому-то третьему, либо он может быть обращен к самим себе, то есть к самой группе. «Гелеимме» — это мы можем спросить у людей, с которыми мы вместе куда-то собираемся идти, или мы можем спросить у третьего лица, следует ли нам с этой группой куда-то идти. Вот таким вот образом мы разобрали с вами довольно важную тему, она простая, просто информации довольно много, думаю, вам следует это спокойно всё переварить, законспектировать и спокойно разобраться. Никакой, я думаю, проблемы у вас эта тема не вызовет, она очень часто употребимая. Надеюсь, она была для вас полезной. Я, как всегда, жду вас в следующем уроке. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, не забывайте ставить лайк, если действительно видео было вам полезным. Ну и на этом я обращаюсь. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok